Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В этот раз я предлагаю поговорить об университетах. Это очень интересная тема, потому что университеты это такой феномен европейский, который в таком виде не встречается в других цивилизациях. Источниками по этой теме для меня стали подкаст BBC с участием профессоров Мири Рубин и Питера Денли из Queen Mary University of London и Яна Вэй из Университета Престоля. Также две книги Жака Легофа. В первую очередь это «Рождение Европы» и в меньшей степени это «Цивилизация Средневекового Запада». Кстати, интересно, что именно последняя книга в свое время подвигла меня на изучение цивилизационных аспектов Средневековья. Но сейчас, перечитывая ее, я вижу множество ошибок и неточностей у Легофа и критики его книги. Я бы, наверное, посвятил отдельный выпуск. Ну а сейчас поговорим все-таки о университетах. Начнем с того, к чему пришла европейская цивилизация в плане образования на конец темных веков. Может показаться, что Легоф был прав, когда говорил, что традиции классического греческого и римского образования были утрачены и забыты. Это не совсем так. Дело здесь вовсе не в нашествии варваров и не в падении Западной Римской империи, а скорее в том, что языческая цивилизация сменилась христианской. И все те традиции классического образования, классической науки, философии, это была языческая традиция. И, конечно, для христиан она была неприемлема. Она была их врагом, они с ней боролись. Они разрушали памятники, сжигали свитки, низвергали статуи. И даже убивали философов и ученых. Вот мы знаем кейс гепатии Александрийской женщины-ученой, которая была зверски убита в 415 году параболанами, фанатиками-христианами. В выпуске о церкви в раннем Средневековье я приводил множество примеров того, как христианские отшельники, будущие святые, разрушали древнеримские статуи и храмы. То есть языческая наука и искусство предавались забвению из-за того, что торжествовало христианство. И это, кстати говоря, было не только в западной части бывшей Римской империи, но и в восточной, той, которую мы называем Византийской империей. И в выпуске номер 30 я приводил примеры того, к какому упадку пришли к концу XII века Афины. Значит, угасание классической культуры, оно началось еще в римские времена, в IV веке, IV-V век мы это можем наблюдать. А зарождавшаяся крестьянская культура, наука, они, конечно, были тогда еще в очень детском возрасте, и, конечно, неправильно было бы сравнивать высшую точку развития античности и вот детство Средневековья, детство новой культуры. К концу темных веков в Западной Европе образование можно было получить четырьмя путями, о чем говорит профессор Мири Рубин. Во-первых, это дворцовые школы, приходит школа Карла Великого, мы о ней говорили в выпуске номер 10, хотя также упоминались частично о тех усилиях, которые прилагал король Дагоберт в середине VII века, о том, чтобы дать образование юным отпускам Галоримской и Франкской знати, вот плавильный котел короля Дагоберта, о Теодории Великом, короля Сготов, который привлекал знаменитых таких образованных римлян к своему двору, о старшей ветви потомков Хлоднике, Теодорихе, Теодеберте, Теодебальде. И при дворе королей мы на самом деле всегда видели образованных людей, это был первый очаг культуры, еще с мировинкских времен, это сохранялось и в королинкские времена, и в последующие. Во-вторых, епископские школы при кафедральных соборах, опять же мы говорили об Алкуине, который вышел из школы в Йорке, а Йорк это самая такая северная точка тогдашней цивилизации, а севернее лишь там Шотландия, была дикие земли. Так что мы видели, что даже в таких отдаленных уголках были школы и были образованные люди, которые из них происходили. В-третьих, это монастыри. Монастыри, конечно же, это был новый очаг культуры, на темные века, наверное, наиболее такой важный из всех очагов культуры. А Львов в своей книге уделяет особое внимание ирландским монастырям. Действительно, вот мы этой темы не касались, а в VII-VIII веках, пожалуй, в Ирландии монастыри были в плане образования культур даже продвинутее, чем на континенте. И, наконец, профессор Рубин указывает на четвертый путь, более характерный для Италии, где можно было пройти обучение права или медицине, становясь учеником признанного мастера в своей области. И вот последнее для нас представляет особый интерес, потому что такой путь обучения был наиболее прямым продолжением античных традиций. Обучение от учителя к ученику, вспомним Платона, Аристотеля, это все тот же магистральный путь, ничего там по сути и не менялось. Кроме того, право и медицина это такие предметы, которые наиболее далеки от религии, то есть там, где христианство меньше воздействовало на умы. И не случайно первый университет в мире возник в Болонии, а это город, который входил в состав Равенского экзерхата ранее, конечно, не на то время, но ранее, когда, допустим, в Северной Италии было королевство Лангобардов, а в Равене сохранялся такой небольшой анклав Византийской империи, и Болония относилась к нему. И античные традиции там сохранились лучше, чем в Тоскане или Ломбарде. Но есть еще две вещи, которые нужно осознать. Профессор Рубин говорит, что все четыре пути, на самом деле, это были продолжатели античных традиций, передачи знаний от учителя к ученику. Они, эти школы, образовывались свыше, какой-то внешней силой организовывались, набирали сюда ученики. И это важно, потому что университеты будут в корне отличаться от этой модели. И второе, о чем мало говорят, но это очень важно. Это изменился формат носителя информации. Если в римское время в основном это были свитки, то в темные века доминирующим форматом становится книга. По латыни это кодекс. И книга имела ряд преимуществ перед свитками. Самым значимым была возможность быстрого доступа к нужному фрагменту информации. Ну, в свитке текст представлял собой единый массив информации, единое целое. А книга естественным образом разбивалась на листы и страницы. И можно было ссылаться на конкретную страницу, находить информацию гораздо быстрее, чем листа из свиток. Книги было также гораздо более удобно переписывать. И вот огромный вклад Каролинкского возрождения, о котором мы уже говорили. И это не только шрифт каролинкский, но и практика переписывания книг. И то знание, которое до нас дошло. Ведь до нас почти ничего из античных времен не дошло. Никаких свитков. Максимум то, что было переписано именно в каролинкское время. А с каролинкских времен до нас дошло очень много. И вот именно это вклад Каролинского возрождения, это сохранение античной культуры и науки. И перенос знания в последующие эпохи. И вот именно удобная форма передачи и накопления письменного знания и стала предпосылкой для развития науки и образования в высоком средневековье. Но сами по себе не надо недооценивать темные века. Их можно рассматривать по аналогии с фундаментом дома. Мы не видим фундамент, мы видим только то, что над землей. А фундамент ниже уровня земли. Но без фундамента не было бы всего остального. На фундаменте стоят несущие стены. Так и темные века это фундамент европейской цивилизации. И это очень важно для ее последующего развития. Без нее не было бы ничего. Теперь переходим непосредственно к университетам. Первым университетом считается университет в Болонии. Который предположительно сформировался в 1088 году. Хотя официально его хартию утвердил император Фридрих Борброса в 1858 году. И здесь мы встречаем важный факт. Университеты не были основаны кем-то императором, королем, папой сверху. А формировались снизу как сообщество или, правильнее сказать, корпорация. Когда мы говорили о городах, то показывали примеры самоорганизации людей в цеха и гильдии по профессиональному признаку. И вот аналогичным образом университет, который по-латыни назывался университет Аскалариум, в Болонии возник как корпорация студентов, которые совместно защищали свои интересы и отстаивали свои права. Дело в том, что в Италию, в Болонию, в Пису, в другие города приезжало довольно много людей из других регионов, в первую очередь из Германии, для того, чтобы обучаться праву и медицине, где в Италии они сохранились наилучшим образом. Города же накладывали на приезжих такую повинность, коллективную повинность, коллективную ответственность за долги и преступления земляков. И вынуждали, соответственно, объединяться. Не случайно первое объединение в Болонии назывались nations, нации, а правильнее сказать землячество. И они затем соединялись в большую корпорацию студентов, которая как коллективный такой орган, как профсоюз по-нашему, нанимала преподавателей и определяла оплату их труда. А профессора позже, в свою очередь, тоже поняли, что им надо коллективно отстаивать свои права и интересы и объединились в свое сообщество, которое называлось коллегия-доктором. Вторым университетом считается университет в Париже. Он получил хартию от короля Филиппа Августа в 1500 году, от папы Иннокентия III в 1215. Но сам возник ранее, где-то около 1150 года, и он вырос из кафедральной школы собора Нотр-Там. Еще он известен как Сорбона по имени теологического колледжа, основанного Рубером де Сорбоном в 1257 году. Но вообще теология и философия были наиболее сильными сторонами Парижского университета. Он также делился на нации. Изначально их было четыре. Нормандская герцогства Нормандия и Кардийская. Это земли к северо-востоку от Парижа. Вермондуа, Фландрии, Абрамант. Английская, а впоследствии ее стали называть германской. Это германоязычные регионы. Англия, собственно Германия. Также туда еще добавляли восточную Европу. И французская. Это вот романоязычные земли к югу от Парижа и к западу от Парижа. То есть туда входили Британь, вся Франция к югу от Парижа, Италия, страны Иберийского полуострова. В отличие от Болонии, в Париже университет был корпорацией не только студентов, но магистров и студентов. А магистрами тогда называли преподавателей. И по-латыни это называлось Universitas Magistrorum et Scalarium. Университет в Оксфорде получил развитие в 1167 году, когда король Генрих II встретил своим подданным ездить учиться в Париж. Хотя учебное заведение в Оксфорде, по-видимому, существовало и ранее. Харти университет получил в 1248 году от короля Генриха III. В нем также было две нации, только всего две их было. Это Бориалис, Англия к северу от Вики-Транд и Шотландия. И Аустралис, Англия к югу от Вики-Транд, Уэльс, Ирландия. Интересно, что в Оксфорде, как и во многих других местах, возникали конфликты между университетом и городом. И в 1209 году часть студентов и профессоров покинула Оксфорд и перебралась в Кембридж, где основала вторая университет. Которая получила хартию даже раньше, чем Оксфордский. В 1231 году. И когда я был в обеих тех картах, то слышал фразу о том, что Оксфорд это университет в городе, а Кембридж это город при университете. На Иберийском полуострове старейшим считается из действующих университет в Саламанке. Это королевство Леон. Он вырос тоже из школы при Кафедральном соборе. Основал его король Альфонсо IX в 1218 году. Хартен получил от Альфонсо X в 1254 году. И Легов цитирует историка этого университета Ангония Гарсия и Гарсия. Согласно картам Магна создавалась кафедра гражданского права. Три кафедры канонического права. Одна по декретам и две по декреталиям. Две кафедры логики, две грамматики, две физики. Так тогда называли медицину. Источником жалования, которое выплачивали профессорам, была главным образом треть десятины саламангского диоцеза. Кроме того, профессора и студенты широко пользовались церковными привилегиями. Был еще университет в Поленсии, который считается старейшим на Иберийском полуострове, потому что он был основан в Леоне. Королевский Леон. Между 1208 и 1212 годами. Но он просуществовал не так долго. Проиграв конкуренцию саламанки, прекратил свое существование где-то к 1264 году. Но есть предположение, что из Поленсии университет перевели в Вальяндолит. А это уже королевство Кастилия. Где университет был основан в 1241 году. И как раз в начале 13 века Кастилия начинает доминировать над Леоном. Множество университетов открывалось на территории нынешней Италии. Около 1204 года часть студентов и преподавателей перебрались из Болонии в Веченцу. Но там заведение просуществовало не долго, лишь около 5 лет. Более успешной оказалась группа, которая переборалась в Падуе около 1222 года. И этот университет существует и по ныне. Император Фридрих II в свое время запрещал преподавание, точнее налагал запрет на обучение в Болонии. И часть студентов перебралась в Сиену. Университет там был основан между 1240 и 1246 годами. Фридрих II также в 1224 году основал университет в Неаполе. А Неаполь входил тогда в состав его родного королевства Сицилия. Если взять современную Францию, то тоже наблюдаем интересную картину. Университет в Тулузе был основан графом Раймондом VII по окончании Альбегольских войн в 1229 году. И есть мнение, что графа заставили основать там университет, чтобы создать оплот католической веры. И действительно, теологию там преподавали монахи-доминиканцы. Примерно в тот же период основан университет в Орлеане. Дело в том, что в 1219 году папа Гонорий III запретил преподавание права в университете Парижа. И соответствующая часть студентов и профессоров перебралась в Орлеан. Наконец, знаменитый университет в Монт-Пелье на юге нынешней Франции получил хартию в 1289 году от папы Николая IV. Но преподавание там велось намного раньше. То есть известно, что там была школа права с 1160 года, а школа медицины с 1139 года. И в принципе Монт-Пелье славен как раз преподаванием медицины. Сам город в то время входил в состав королевства Майорка, которым управляла Оргонская династия. Одной из важнейших особенностей университетов в Средние века были их привилегии. Университеты были изъяты из системы обычного правосудия. По тогдашним представлениям преподаватели и студенты были скорее клириками, а не мирянами. А многие преподаватели и прямо были монахами или канониками. Это, кстати, объясняет, почему в университет не принимали женщин. Потому что студенты считались клириками. Правосудие в делах студентов и преподавателей решил не светский суд, а церковный. Кстати, вот из цитаты Антонио Гарсия и Гарсия это видели. Но это был церковный суд не епископа, а собственно университета. То есть отдельный автономный суд университета. Это была их важнейшая автономия. Пост ректора Парижского университета ведь возникает как пост защитника этой автономии. И ректор выбирался прокураторами четырех наций. То есть представителями студентов. И вот Легов в рождении Европы отделяет пост ректора от поста канцлера. А вот канцлер это уже такой административный глава, назначаемый епископом. Профессор Рубин говорит о том, что в Англии 13 века короли пожаловали университетам также ряд важных экономических привилегий. А третье привилегие, которое упомянуто в книге «The Papacy and the Rise of the Universities» под редакцией Уильяма Кортни. Впервые была дана Папой Гонорием в 9-м университету Тулузы в 1235 году и называлась лицензия Убик-Регенди. Она давала право выпускникам университета преподавать всюду без переэкзаменовки. И в 1255 году Папа Александр IV дал такую же привилегию университету в Саламанке. Но более старые университеты, такие как Парижский, Оксфордский, не слишком уважали эту привилегию. Тем не менее, сама концепция вот такой универсальной лицензии распространилась на другие университеты и способствовала универсальному признанию дипломов. Из сказанного выше следует вторая особенность университетов – это универсальность даваемого ими образованию. Конечно, Европа в ту пору имела важное преимущество единого языка – латыни, на котором говорили все образованные люди. И не существовало языковых барьеров. Далее студенты и профессора обладали большой мобильностью. Они могли переезжать из одного города в другой. Студенты могли продолжать обучение в разных университетах. Если там что-то мешало, вот как мы видели ранее, и в случае Италии, и в случае Франции, они могли сниматься с одного места, переезжать на другое и основывать там новый университет. То есть это было в порядке вещей. Также был сформирован в общих чертах кьюрикулум. Это такая программа обучения, которая была общей для всех университетов. На самом деле это было сделано еще в темные века, как пишет Легов, на основе поэма Марциана Капеллы, который жил в начале пятого века. И вот в этой поэме были описаны семь свободных искусств. Их называли так, потому что люди изучали эти искусства ради их самих, а не в каких-то утилитарных целях. И свободное искусство делили на тривиум и квадривиум. Три искусства тривиума относились к умению владеть языком. Это грамматика, искусство читать и писать, логика или же диалектика. Это искусство анализировать и выстраивать логические аргументы. И риторика, это искусство доносить свои мысли и убеждать других. Обладев ими, студенты могли переходить к четырем искусствам квадривиума. Ключевой идеей которых была гармония, то есть определенное правильное соотношение чисел. К этим искусствам относились арифметика, числа в себе, геометрия, числа в пространстве, музыка, числа во времени и астрономия. Это числа в пространстве и времени. Обладевшие всеми свободными искусствами получали степень бакалавра свободных искусств. Легов пишет, что следующей степенью был основной диплом, лицензия кубик доцинги, которая давала право преподавать повсюду. И от него происходит французская степень лицензиат. Впрочем, Легов довольно часто бывает ошибочен и непоследователен. Поэтому вот он далее пишет о третьей степени, а высшей степени доктора. Получившие ее переходили в их разряд магистров, то есть профессоров. Но тогда вот эти все три слова доктор, магистр и профессор были синонимами и обозначали преподавателя. Но по другим сведениям, вот слово доктор происходит от латинского классического докио или в средневековом произношении доцинги, что значит я учу, я преподаю. И вот из этого следует, что лицензия доцинги это как раз и была лицензия на право преподавания. И тогда докторская степень, ну она была второй, то есть нет отличий между тем, что Легов указывал в лицензиат и доктор. Но как бы то ни было в докторской степени мы знаем, что изначально было три, а впоследствии четыре отдельных направления. Высшим считалась теология. Далее шли право и медицина, а четвертое возникшее, отделившееся позднее, это философия, куда относились все естественные науки. И такое разделение докторских степеней сохранилось в англоязычном мире и до наших дней. Поэтому вот мы знаем такие аббревиатуры, как PHD, доктор философии, MD, доктор медицины, LLD, доктор права, вернее доктор двух прав, канонического и гражданского, поэтому там две буквы L. И совсем экзотическое для нас это THD, доктор теологии. Наконец пару слов о том, кем были средневековые студенты и как они жили. Профессор Рубин говорит, что обучение в университетах обычно начиналось в 14-15 лет, что примерно соответствует нашим 17-18 годам, поскольку совершеннолетие у франков как раз достигалось в 15 лет. Обучение не было дешевым, хотя точных цифр у нас нет, но ясно, что оно требовало постоянной финансовой поддержки родственников, а это нужно было не только как плата за обучение, но также для того, чтобы снимать жилье и питаться, либо требовало подработку. И, по всей видимости, довольно много студентов подрабатывали в разных канцеляриях писцами, секретарями, либо же переписчиками книг. Ян Вэй из университета Бристоля также указывает на третий возможный источник финансирования, это церковь, которой нужны были образованные люди в качестве священников и каноников. Более того, церковь вполне могла спонсировать бедных, но талантливых юношей. В ту же пору возникает институт стипендий, но не в нашем нынешнем понимании, как зарплата студента, а скорее как грант на обучение, как некоторая благотворительность. И вот Легов пишет, что благотворители основывали особые дома, которые назывались колледжи. Вот таким колледжем был Сарбона, колледж Даркур, Наварский колледж, где могли бесплатно жить и питаться стипендиалом. Профессор Вэй также указывает на важный факт, который усталицает от внимания многих. Возникновение университетов стало возможным лишь с развитием денежной экономики. Ведь невозможно себе представить, чтобы студенты платили за обучение, жилье и так далее мешками с шерстью или зерном. Известно также, что не было никаких вступительных экзаменов, хотя, скорее всего, вступающие в университет уже обладали определенной базой, полученной в местных школах. Также преподаватели оценивали возможность обучения того или иного студента, который их нанимал. Ну и вообще, преподаватели и студенты тогда связывали гораздо более личные отношения, чем сейчас. Преподаватель это был тогда наставник, старший товарищ, который не только обучал предметам, но также наставлял юношей в плане морали и этики. Профессор Рубин говорит о годовом цикле обучения, состоящем из триместров, разделяемых каникулами на Рождество, Пасху и Летом. Возможно, это была особенность именно английских университетов, потому что вот когда я учился в London Business School, а это часть University of London, то у нас действительно были триместры. Первый это с середины сентября по середину декабря, далее шли рождественские каникулы, потом с начала января до конца марта второй триместр, потом небольшие каникулы на Пасху, и с середины апреля по середину июля третий триместр, а далее летние каникулы. Роль университетов в развитии европейской цивилизации исключительно велика, хотя на самом деле обычно недооценивают роль корпораций вообще, а университет это лишь частный случай самоорганизации в виде корпорации студентов. Так вот, корпорации, как институты самоорганизации средневекового общества, сыграли фундаментальную роль в формировании нашей цивилизации. И здесь, наверное, кроется один из важнейших факторов ее успеха по сравнению с остальными. Но даже если взять университеты отдельно от других корпораций, то, например, университет Парижа сыграл важнейшую роль в становлении французской монархии. Оттуда происходят легисты Филиппа Красивого. Университеты во многом способствовали развитию средневековой науки, о чем мы еще поговорим. Они, собственно, подняли интерес к Аристотелю, переоткрыли его учения. Они способствовали заимствованию математических и медицинских знаний с Востока. И в значительной мере они к нам пришли через Испанию. Дух академической свободы, который отличал университеты от предыдущих образовательных центров, монастырей, церковных школ, способствовал развитию критического мышления, сомнения, спора, поиска истины. Из университетов вышли все важнейшие деятели реформации. Виклифф, Янгус, Лютер, Калвин, Свингли. А также такие ученые, без которых мы вообще не представляли бы развитие науки. Это Тихобраге, Кеплер, Коперник, Галилей, Ньютон, Лябниц. Ну, этот список можно продолжать, но даже вот эти дна, они показывают, насколько фундаментальны были университеты в развитии нашей нынешней цивилизации. В следующий раз давайте поговорим о близкой и связанной с этим теме, собственно, о средневековой науке и философии, о том, как вообще наука и философия развивались в средние века и какой фундамент они заложили для последующего. Я благодарю вас за внимание, оставайтесь на этом канале, до новых встреч, до свидания.